МОЗ, соединявший Попасную и Бахмут, восстановят до конца года. Его подорвали боевики еще в 2014-м, когда пытались остановить освобождение Попасной украинскими войсками. Как сейчас проходят ремонтные работы вблизи линии разграничения, видела моя коллега Анастасия Волкова. Валентина ездит в Бахмут четыре раза в месяц за покупками. Когда закончит дела, обязательно заходит в местный кинотеатр, ведь в родной Попасной его нет. Сейчас дорога занимает в два раза больше времени. Объезд очень тяжелый, потому что он проходит фактически по грунтовой дороге. У меня трое детей, поэтому очень важно, чтобы была возможность выехать и сделать покупки для своей семьи. Во время активной стадии боевых действий мост не восстанавливали. Он находился вблизи линии огня. Работы начали после стабилизации ситуации в этом районе. На них выделили почти 700 тысяч долларов из госбюджета. Сейчас проводятся ремонтные работы по демонтажу конструкции моста, укрепления бетоном, проводятся работы по монтажу балок. Вблизи Попасной находятся позиции боевиков. Время от времени они открывают огонь в окрестностях, поэтому ремонт моста поручили военным. Мы возводим уже третий объект. Первый – мост через реку Северский Донец вблизи города Рубежное. Второй мост на въезде в село Троицкое Попаснянского района. И это третий объект. Экономия от сметной стоимости была порядка 90 тысяч долларов по одному и второму мосту. Сейчас расстояние по объездной дороге от Попасной до Бахмута 60 километров. Когда достроят мост, оно сократится почти в два раза. Терпеть неудобства жителям остается несколько месяцев, обещают в местной администрации. Военные строители усиленными темпами, но согласно технологии всех выдержанных сроков, ведут восстановление. И к ноябрю месяца мы думаем, что Попасняне получат возможность уже пользоваться качественным мостом, который соединит с Донецкой областью и нормальным будет проездом. Сейчас мост готов на 60%. Полностью ввести его в эксплуатацию планируют до конца года. Анастасия Волкова, Александр Латхин, Луганская область, ЮАИ-ТВ.